Всем привет! С вами Наталья и канал Магия Успеха Второй Самопознания. От всей души благодарю всех тех, кто подписывается на мой канал, кто ставит лайки, пишет комментарии. Огромное-огромное вам за это спасибо! Сегодня предлагаю рассмотреть тему расклада «Что думает о вас загаданный человек сегодня, с самого утра?». Вариант будет один. Сосредоточьтесь, пожалуйста, на том человеке, который вам интересен. Представьте его, визуализируйте. Отбросьте все ненужные мысли. И давайте будем смотреть. Если вы чувствуете, по описанию характеристики совпадают с вашим загаданным мужчиной, то продолжайте смотреть. Если нет, тогда данный расклад будет, к сожалению, сегодня не для вас. Но также вы можете остаться и все-таки посмотреть данный расклад. Я уверена на все 100%, что вы здесь найдете для себя некую подсказку. Итак, давайте посмотрим, какой мужчина сегодня пришел к нам на расклад, в каких энергиях. Что это за мужчина такой интересный? Мужчина, который находится, скорее всего, сегодня в некой нерешительности. У него раздвоение идет двух дорог, не знает, как ему правильно поступить, то ли налево, то ли направо. В общем, у него сегодня какой-то некий дисбаланс внутренний. Что еще, в каких энергиях находится? Ну, смотрите, опять выходит вторая карта в Аркан Влюбленные. Однозначно, у человека сегодня есть некий выбор, да? То есть он не понимает, что ему нужно сегодня выбрать, либо первое, либо второе, либо все-таки прислушаться к своему разуму, либо прислушаться к своему внутреннему состоянию, к своему сердцу. Еще какие энергии у него сегодня? И, конечно же, вся ситуация, это его не радует. К нам пришел сам король мечей. Немножко в негативе. Скорее всего, негатив из-за того, что действительно не может как-то определиться и принять уже какое-либо решение для себя. Здесь, конечно, может касаться и рабочей сферы, сферы отношений. То есть в любом случае ему уже необходимо сделать выбор, а он все никак не решается. Время такое ощущение уже поджимает, а он все мешкает, никак не может определиться. Давайте посмотрим вообще, какой это мужчина, да? Какой это мужчина? Смотрите, как интересно, да? Сам по себе человек, конечно, пришел к нам королем Жезлов. Человек очень активный, человек очень харизматичный. Человек своего слова, человек дела. Он нацелен всегда на реализацию своих целей, чего бы это ему не стоило. В данной карте король Жезлов, он восседает на неком троне. Но если по какой-либо причине ему необходимо будет вникнуть в процесс, рабочий процесс, решение каких-то семейных вопросов, либо еще какая-то история, допустим, помочь своим друзьям, близким, родным, он безотлагательно встанет со своего трона и поспешит на помощь. Этот человек, в принципе, он очень отзывчивый, он очень дружелюбный. Иногда, конечно, он может быть в гневе, и когда человек такой в гневе, лучше, конечно, рядом с ним не находиться. Но он все равно старается быть сдержанным. Это не король мечей, да? Хотя у вашего загаданного человека сегодня прослеживается такая тенденция, что он может сегодня немного быть в таком негативном внутреннем состоянии. Некая озлобленность есть, да? Но эта озлобленность все равно, она вот этими арканами, которые вышли, да, она немножко смягчается. Скорее всего, вот эта вот внутренняя озлобленность самого на себя. Это не то, что человек демонстрирует во внешний мир. Хотя на ком-то это и может отразиться. Но не в той степени, допустим, когда, к примеру, рядом бы с королем мечей вышли бы еще мечевые арканы. Здесь все равно идет некое смягчение. Давайте еще посмотрим, какой мужчина вообще сам по себе. Мужчина, который очень любит удовольствие. Удовольствия здесь могут быть абсолютно разные. У кого какие. Кто-то любит, допустим, очень хорошо покушать. То есть в данном случае человек пристрастен к каким-то изысканным блюдам, допустим, да, к чему-нибудь такому необычному. Не могу сказать, что здесь далеко, конечно, не вегетарианец. Здесь нормальный человек. Нет, я не говорю, что вегетарианцы это ненормальные люди. Нет, для каждого все равно все свое. Каждый кушает то, что хочет кушать. Но в любом случае этот человек старается для себя подбирать ту еду, ту пищу, которая его будет удовлетворять и он ею будет наслаждаться. Также этот человек, ну, про напитки здесь тоже можно сказать, что человек не лишен такого пристрастия к алкоголю. Это тоже здесь может прослеживаться. Также человек очень… Человек любит наслаждаться, чтобы ему уделяли внимание. Знаете, такой некий, опять скажу, любимое слово, не знаю, оно мне очень нравится, некий такой кайфажер. Для него, вот, когда ему уделяют много внимания, много таких жестов, которые его будут удовлетворять, определенная его некая зона комфорта, к которой он постоянно стремится. То есть это тот человек, который, в принципе, не будет сидеть на месте. Он сам готов прилагать усилия для того, чтобы создать себе такую зону удовольствий. Но и когда ему будут преподосить, как говорится, на блюдечке, он, естественно, от этого не откажется. Бывают такие люди, конечно же, которым, допустим, предлагаешь что-то хорошее, они, ой, нет, 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 не надо, что вы, что вы и так далее. То есть реально люди некоторые могут отказываться. В данном случае загаданный вами человек нет, он наоборот говорит, давайте мне, говорит, и побольше. И побольше, да. Еще, еще какой-то мужчина. Мужчина, на самом деле, не очень торопливый в своих каких-то решениях. Он сначала постарается все хорошо, как говорится, обмозговать. Человек, который умеет ждать, умеет выжидать какую-то позицию позицию для того, чтобы по итогу получить именно хорошие результаты на те, которые он рассчитывает. Либо же этот человек все-таки умеет выжидать до того момента, когда можно нанести некий такой, вот знаете, удар. Или, допустим, сказать какое-то слово, да. И это будет словом, ну, очень ярким и значимым как для загаданного человека, так и для других людей. Умеет выжидать, умеет ждать, потому что человек, вот смотрите, король Жезлов, он вообще сам по себе, он уверенный. Он не приемлет, допустим, некого проигрыша. Вряд ли с этим человек будет соглашаться. Он будет сражаться до последнего, потому что его некая победоносность, это будет являться его авторитетом. Он постарается не допустить, чтобы он был в проигрыше. Но здесь не об этом. Если загаданный вами человек чувствует, что он где-то в какой-то области своей жизни начинает проигрывать, он постарается все равно сделать некую подушку безопасности. Ну, чтобы было мягче падать, как говорится, да. И постарается выждать нужный момент для какого-то своего решительного хода. Я вот так могу здесь сказать. Но опять-таки, да, человек не будет ничего сделать, ничего не будет делать себе во вред. Опять-таки, да, если человек здесь для себя решает, что мне нужно что-то подождать, да, то в этот период он обязательно себя чем-то займет. То есть человек не будет здесь отдыхать, он будет все равно двигаться к намеченной цели. Вот здесь вот, кстати, мужчина может быть неоднозначным, то есть неоднозадачным. Он может решать несколько, как говорится, дел одновременно, да, то есть какие-то вопросы, допустим, по работе решать, да, семейные какие-то вопросы, ну и так далее, да, то есть человек здесь многозадачный. Но опять-таки, он будет это делать все, исходя из той позиции, чтобы это и было ему во благо. Ему. Заметьте, не для кого-то, там, не для особо, не для друзей, не для товарищей, не для коллег, даже не для семьи, а именно для него, для самого. По данному, по данным сочетаниям карт, я могу здесь сказать, что, в принципе, если ваш загаданный человек не женат, свободен, то он, в принципе, он не будет торопиться, жениться. Для него это, ну, для него это, это не первостепенная задача, будем говорить так, да, это для него не первостепенная задача. Если же ваш загаданный человек уже, как говорится, состоит в законных отношениях, то в этих отношениях он старается все равно взять для себя все по максимуму. Бывают такие мужчины, которые, не в обиду будет девушкам, женщинам сказано, могут немножечко, как бы, общаться в приказном тоне. Но, он это делает, где-то деликатно, и все равно, он добивается своего. Если женщина, допустим, как-то пытается ему противостоять, он все равно, опять-таки, по этим арканам, которые вышли, я могу сказать, что он очень терпелив, он очень терпелив, и он готов будет все равно поступательными движениями добиваться от женщины того, чего он желает. Для того, чтобы удовлетворить какие-то свои личные амбиции и желания. Немножко такой самолюбивый, конечно, вышел здесь у нас мужчина. Красавчик. Себя он любит, девочки, однозначно, себя он любит, себя он очень ценит, и он никогда не позволит, чтобы его, не дай бог, где-то даже оскорбили. За честь он здесь свою постоит. Давайте посмотрим, что на сегодняшний день, какие у вас отношения, что между вами происходит, чтобы вы уже точно понимали, что данный расклад именно ваш. что происходит на сегодняшний день между вами. Что происходит на сегодняшний день между вами. Какие у вас отношения? Честно говоря, они очень понятные. И не да, и не нет. Давайте более подробно. И не да, и не нет. Не да, и не нет. Скорее всего, скорее всего, как и не вы даете ответ человеку конкретный, будут ли дальше наши отношения продолжаться, либо не будут, так же и ваш загаданный человек тоже вам не дает конкретики. Однозначно, между вами есть очень сильная привязанность. связка. Здесь больше идет на физике, честно говоря. Сейчас между вами идет некая стагнация. И вот такое ощущение, чем дальше вы друг от друга, в эмоциональном плане я имею в виду, чем меньше вы общаетесь, и такое ощущение, тем больше между вами взращивается вот это притяжение друг к другу. Здесь вряд ли сейчас люди в общении. Даже если вы переписываетесь, ну, к примеру, или созваниваетесь, либо вы встречаетесь, то, скорее всего, эти встречи будут, знаете, такие немногословные. Есть какая-то такая немножко отчужденность, потому что вы не улавливаете желание загаданного человека, и, скорее всего, он также не улавливает ваше желание. Ваше желание. У вас может быть здесь интим, но, опять-таки, да, это я говорю только для тех, кто встречается, но этот интим немножечко тоже, опять-таки, какой-то отстраненный, знаете, вот чисто, простите, но какая-то механика, допустим, да. И если же вы не общаетесь с человеком, и у вас действительно сейчас непонятно, то ли пауза, то ли точка, то у вас, наоборот, у вас, наоборот, с каждым днем вот это притяжение, оно взращивается. И, к сожалению, каждый из вас не понимает, как дальше быть, как дальше поступить. С одной стороны, хочется общаться, вот, допустим, загаданному человеку с вами, а с другой стороны, ну, вроде как-то и не хочется, да, а тот момент, а время уходит, время уходит, и мы упускаем вот самые, наверное, самые те очень классные моменты, когда мы могли бы обогатиться, ну, той же энергией, которая есть у вас, допустим, и у загаданного человека. Вот здесь какая-то такая история идет. Такая какая-то история. Здесь могут быть отношения, не буду, конечно, многословной, но для кого-то проиграется, что есть еще другие лица в ваших отношениях. То есть здесь сидение на двух стульях. Сидение на двух стульях. Хорошо, давайте посмотрим, что загаданный вами человек думал о вас с утра, когда только проснулся. Какая мысль была у него о вас? Какая мысль пришла в его голову, как только загаданный вами человек пробудился? Что он подумал о вас? Что он подумал о вас? Ну, человек, честно говоря, стал как-то не совсем здоровым. Давайте так скажу. Не совсем прям таким бодрым себя он почувствовал. Не совсем бодрым. То ли человек предчувствует, что между вами действительно может произойти жирная точка, может быть поставлена именно вами, королевой кубков. То есть смотрите, человек о вас сегодня с утра подумал, что вы для него любимая женщина. Но здесь реально идет королева кубков, королева кубков – это женщина, которая очень такая желанная, любящая, любимая женщина. Очень теплые, кстати, мысли были о вас. И он вас видит, вот мысли о вас сегодня с утра, что вы его семья, что вы его наполнение. Ему с вами очень хорошо, с вами ему очень тепло. Но хочу здесь заметить, что где-то промелькнула у него мысль, что, возможно, с вами отношения, они действительно двигаются к некому завершению. Вот такая сегодня у него мысль с утра пробежала. Либо смотрите, у вашего загаданного человека могла мысль пробежать еще такого плана. Какой-то ваш цикл общения, какой-то период вашего общения, он действительно заканчивается. И для него на самом деле это очень болезненно. Человек почему-то сильно переживает. Но вот смотрите, здесь королева кубков, она отворачивается, такое ощущение, она смотрит совершенно уже в какие-то другие дали. Девочки, смотрите, если человек знает и понимает, что вы уже заинтересованы совершенно другим мужчиной, хотите уже пойти в другие отношения, то для него это убийственно. Потому что вы смотрите как раз-таки в десятку кубков. То есть совершенно в другие какие-то отношения. и для него это очень тяжело. Вот такие вот мысли у него сегодня были с утра. Такие мысли у него были с утра. Хорошо, давайте посмотрим, что человек думал о вас в течение дня. Какие мысли ему приходили о вас в течение дня. Что человек думал о вас в течение дня. Как бы ему хотелось к вам примчаться, прискакать, прибежать. Потому что он прекрасно знает, что вы тот человек, который можете дать ему праздник. Вы тот человек, который можете дать ему некую стабильность, надежность, уют, теплоту душевную. И у него действительно сегодня днем вот прям рвение по рыцарю жезлов человек хотел себя сегодня проявить по отношению к вам. И не просто... Ну, смотрите, рыцарь жезлов, да, то есть он такой бравый, такой вроде бы такой мужчина, прям мужчина-завоеватель, да, идет, ну, желает прийти к вам навстречу, да, и, допустим, ну, как он себе представляет, да, то есть он приходит к вам в виде какого-то маленького пажика. То есть такое ощущение, что он перед вами как-то рабеет. Вот знаете, человек представил, что он к вам мчится, летит, у него все, прям вот и сила, и энергия. И как только человек видит вас, все, куда-то вся его смелость девается, куда-то улетучивается, и перед вами, как говорится, предстает такой вот ребенок, несмышленыш, но... несмышленыш-то да, но все равно у этого ребенка тоже не менее яркая харизма. Пажезлов, у него все равно как бы есть импульс на предложение, допустим, того же свидания, да, или, допустим, импульс, что-то вам конкретное предложить, с вами пообщаться, поговорить и так далее, да. То есть, смотрите, в течение дня еще такой момент. Он к вам хотел приехать, а по итогу он приходит к тому, что лучше я ей просто позвоню. Вот у него сегодня такие... То есть, однозначно, о чем здесь речь? Человек думал об общении с вами, об страстном общении с вами. Девочки, вышли одни жезлы. То есть, человек ужасно хотел бы с вами... Нет, как-то ужасно не то слово, да, немножко сказала. Человек бы очень хотел с вами интима. Вот грезит. Вот прям грезит, грезит, грезит. Вот такие вот мысли у него сегодня. Если в течение дня, может быть, у кого-то проиграется, что человек действительно вам написал, либо приехал, либо позвонил, пожалуйста, напишите в комментариях. Очень интересно будет посмотреть, насколько проигрывается данный расклад с вами. Если он это не сделал, то в любом случае у него было очень сильное желание и стремление сначала приехать, потом подумал, нет, лучше я немножечко как бы в своей зоне посижу, может быть, просто я ей позвоню, да, что-то такое. Но желание однозначно было, импульс был. Давайте посмотрим, что думал о вас загаданный вами человек на ночь глядя. Что думал о вас загаданный человек на ночь глядя? Что думал о вас загаданный вами человек на ночь глядя? Какие яркие мысли приходили к нему в голову? Смотрите, девочки, какие мысли у него были на ночь глядя. Перед тем, как ему отправиться, как говорится, в сон и видеть яркие-яркие сны, ну, кто-то видит, а кто-то не видит, да, он представлял себя таким могущественным, человеком, который может управлять абсолютно всем то, что есть вокруг него. И он, честно говоря, в своих мыслях он вот прижал вас к себе и вообще ни с кем делиться не собирается. То есть он, в нем прослеживается даже, знаете, какая-то некая ревность. Некая ревность. А здесь еще идет такая история, что человек все-таки собственник, да, король жезлов изначально вышел, нам мужчина действительно может быть таким собственником. То есть если это мое, значит это мое. Смотрите, как он размышляет о вас. Вы его женщина, и он вас отдавать никому не собирается, и он считает это справедливым. Вот на ночь глядя, у него мысли на самом деле очень глубокие и очень серьезные. но это его личное мнение, девочки, понимаете, каждый человек вправе думать так, как он считает нужным. И вот у него здесь вот такие мысли ему яркие в голову приходят, что он имеет власть над вами и считает это справедливым. Либо человек хотел бы иметь над вами власть, что это, знаете, как ты будешь только моей и не достанешься ты никому. Вот что-то из этой серии. Собственник ревнивый, ревнивый. Еще человек возможно по магу как-то все-таки планирует, маг, он уже понимает примерно что ему делать, как ему делать и так далее. Но в любом случае, если, к примеру, у него созрел некий план по завоеванию вас, то сейчас он свой план, пока он будет скрывать. Он его, как говорится, все карты он раскрывать не собирается. Не собирается, потому что он еще, смотрите, должен все хорошо взвесить все за и против. Не зря у нас выходила вот энергия некой двойственности. Он для себя, честно говоря, все равно сейчас решает делать некий выбор. Возможно, это будет тоже, девочки, касаться и вас нужны ли вообще, нужно ли ему сейчас проявляться в вашу сторону, либо не нужно. То есть для него такое ощущение идет все равно, что у него будет в приоритете. Вот здесь, кстати, еще по четверке Пентакли может быть у человека решаются какие-то финансовые вопросы. И такое ощущение, что на чаше весов сейчас взвешивает либо ваши отношения, либо финансовые вопросы. Вот здесь идет такая история, но он уверен в себе, в том, что он в любом случае разрешит правильно, то есть приоритеты он для себя поставит так, как ему надо. Правильно с его точки зрения, только с его точки зрения. Правильно только с его точки зрения. и смотрите еще на дни колоды у меня здесь вышла императрица. Наверное я больше ничего дополнять не буду, дополнительные карты я не буду доставать. И заканчиваем расклад именно карты императрица. О чем императрица говорит? Смотрите, несмотря на то, что у него в голове есть некие выборы, он считает, что в приоритете должно сейчас быть, что отодвигается на второй план, на третий и так далее. Неважно, вы для него в сегодняшнем дне идете женщиной главной, значимой. Вы идете императрицей. Кто такая императрица? Это женщина, которая включает в себя и женственность, и сексуальность, и некую расчетливость, даже так могу сказать, женщина, которая очень умна, справедлива, женщина, которая умеет управляться финансами, женщина, которая умеет вести хозяйство, женщина, которая умеет воспитывать детей. Знаете, это такой некий женский эталон некой чистоты, благочестия, всего, чем богата, вот, понимаете, матушка-земля. вот в императрице это все сопряжено. Он вас видит очень ресурсной. И он понимает, что вы для него та женщина, которая действительно можете дать ему очень многое, но все равно он бы хотел императри, он бы хотел императрицей управлять. по одной простой причине, потому что к нам вышел сегодня король жезлов, это самолюбивый, очень такой самолюбивый, где-то даже эгоистичный мужчина, собственник. Люди разные, абсолютные женщины, мужчины, они все разные. В данном раскладе именно выходит так. Я понимаю, девочки, вы мне можете там в комментариях написать, но если я главная женщина, почему же тогда он не делает выбор на мне. Еще раз повторюсь, все люди разные. И для вашего мужчины, который сегодня вышел на раскладе король жезлов, для него все равно работа, деньги, здесь больше работа, здесь больше какая-то карьера, оно все равно будет стоять на первом месте. это в какой-то песне было сначала самолеты, а девушки потом, ну вот что-то такое. Но знайте, и как бы себе где-то может быть там отметить галочкой, что вы для него женщина очень значимая. Вы знаете, для него даже некий авторитет. Может быть, может быть, вы для этого мужчины еще идете как неким таким не наставником, но очень заботливая женщина это сродни как мама. Вот мама же любит безусловной любовью, понимаете, и вот примерно он вас такой для себя и видит. То есть мы же спрашиваем его мысли о вас на ночь глядя вот в данном вопросе, да, то в любом случае он видит, что вы возможно та женщина, которая умеет возможно любить безусловной любовью. Вот такой сегодня получился расклад. Замечательная колода, девочки, новая колода, золоченая таро, вообще обалденная, очень яркая, красочная, я в восторге. Благодарю вас, потому что если бы не вы, я, наверное, не смогла бы приобрести такую колоду шикарную, давно на нее заглядывалась, если честно, безумно мне очень нравится, надеюсь, она вам тоже понравилась. Я с вами надолго не прощаюсь, увидимся в следующих видео, я как всегда желаю вам всего самого наилучшего, всего самого прекрасного, пусть каждый день наполняется солнцем, улыбками на лицах, и ваше сердце трепещет только от радости, никак не от горя и от разочарования. Я с вами надолго не прощаюсь, увидимся в следующих видео, всего доброго, пока-пока.